Шахта Ленина будет стоять до конца! Забастовка уже охватила все шахты компании Арселор Миттал Тимиртау. Уже больше двух суток, почти 700 горняков ночной смены отказываются подниматься из-за боя, пока не будут выполнены их требования. Их поддержали коллеги дневных смен. 32 представителя бастующих поднялись из шахт на переговоры. Когда к переговорщикам вышли местные управленцы, рабочие потребовали беседы с собственником предприятия Арселор Миттал Тимиртау, индийским миллиардером Лакшми Митталом. Не, ну занятой человек мы понимаем. Ну а есть же сейчас... Есть же связь. Можно же по связи. Есть скайп, онлайн-телевидение. Выбрать человека, он задаст вопросом, он ответит просто на них. Рабочий человек. В это время в Астане проходило заседание правительства. Оно началось традиционно. Премьер-министр даже и словом не обмолвился о шахтерах. Представитель Министерства энергетики также не готов был разговаривать на эту тему. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос, поскольку у нас есть замест, который курирует угольную промышленность. И, насколько я знаю, там Арселор, они ведут переговоры. Уже после заседания ситуацию прокомментировала министр труда и социальной защиты населения. Она заверила журналистов, что у шахтеров вполне адекватная для Казахстана зарплата. Самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где добыча уже идет, там 326 тысяч тенге. Шахтеры с утверждениями министра категорически не согласны. На основных, то есть добыча, проходка, там есть стимулирующий коэффициент. 1,3 на тариф накидывается. А вспомогательным участкам, таким как у ПМД, на них не распространяется. Они вообще ее там получают по 200 общими. Минус 20 процентов, то есть 160 на руки. Уалихан Кайсаров не понаслышке знает о трудовых буднях шахтеров. В молодости он сам работал в забое. Шахтеры – это особый класс людей. Это люди, которые привыкли рисковать жизнью. Которые знают, что терять им больше нечего. Которые знают, что за спиной у них семьи, дети. Что нужно каким-то образом их содержать. На карагандинских шахтах полностью приостановлены проходческие работы. Сегодня на шахтах работают только так называемые службы обеспечения и вспомогательные службы. Шахтеры в шахту спускаются, но они не производят угля и не дают проходки. То есть они, как положено, приходят на работу. Это говорит об их высокой сознательности и высоком моральном духе. Это говорит о их решимости идти дальше и до конца. Одно из главных требований, бастующих – снижение пенсионного возраста до 50 лет. Сейчас шахтеры выходят на заслуженный отдых в 63. Министр Дюсенова утверждает, что по действующему закону они уже могут выйти на пенсию в 50, накопив на счету определенную сумму. И таким правом хотят воспользоваться около тысячи сотрудников угольной промышленности. Олихан Кальсаров говорит, это невозможно. Около 10 миллионов надо накопить. Это только пенсионных отчислений, считайте. То есть фактически он должен заработать 100 миллионов. Ну откуда у шахтеров такие заработные платы? Это член правительства может заработать 100 миллионов. Депутаты, парламент могут, либо топ-менеджеры могут накопить. Но они в 50 лет не хотят уходить на пенсию. Они хотят пожить, сидеть на этих должностях. О повышении заработной платы горняки говорят уже полгода. Их не услышали, и они решились на крайние меры. Сколько продлится забастовка, пока неизвестно. Но шахтеры намерены стоять до конца, пока все их требования не будут выполнены. Айнур Коскин, организатор спанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Азия.